привет друзья привет наши подписчики сегодня у нас интересное видео сегодня мы отправляемся на поиски заброшенных пещер которые находятся в таком диком неприметном лесе лесу вот попытаемся найти пещеру не знаю это очень серьезная экспедиция очень долго мы к ней готовились вот что вам скажу самая главная задача найти эти пещеры но информации про них практически вообще никакой и нет и для того чтобы найти эту пещеру где-то была секретная карта старая очень вот не знаю она такая тут конечно и порванная не знаю получится ли знаю видно вам или нет вот попробуем ее найти по этим всем обозначениям с компасом в общем будем искать сложность того что это не телес никаких координат нет только вот эта старая карта не знаю быстро нас получится найти на это понадобится день или два дня вот но суть того что попытаемся найти она скорее всего будет засыпана нам придется еще откапывать видео будет очень интересное так что пойдемте будем смотреть взял семью как всегда я думаю вам будет тоже интересно вот вам что-то известно вообще за эту пещеру не очень никакой информации в общем пошлите тогда будем исследовать и искать так друзья вот такая вот у нас карта как мы видим мы где-то находимся скорее всего где-то тут у нас мы видим есть обозначение достать карту и посмотреть в принципе то что мы и делаем вот ну из того что я понимаю из того что я понимаю нам надо понять вообще а вот как смотреть и куда смотреть лес так это у нас север и юг блин для этого нам понадобится компас хорошо что мы взяли компас увидите он как раз сюда вообще подходит так а север у нас получается в той стороне по этому карту то вот так должна стоять о чтобы у нас сходство было как мы смотрим на карту если мы находимся вот тут значит нам надо по идее двигаться в том направлении вот двигаться в том направлении и первое что нашел ну ориентир это для нас будет какая-то старая дорога это будет скорее всего какой-то первый наш ориентир поэтому из того что я сейчас понимаю еще раз сверяем компас так вот он поворачивается карта вот так и нам надо где-то в ту сторону двигаться найти старую дорогу а уже дальше уже будем смотреть ну как мы видим вот обозначение тут разделяется тут что-то неизвестное а еще ориентир 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 тут есть речка можно выйти к ней вот и тоже есть какой-то заброшенный грот ну в общем тут тяжело конечно что-то понятно будем пытаться разбираться так что отправляемся вот туда в гущу леса вот такая она у нас древняя вот это походу у нас как компас должен быть север юг запад восток так где же мы находимся мы находимся с вами начала маршрута где-то здесь и будем двигаться к нашей пещере у нас же и у сева есть карта ну сева расскажи может по твоя бишь точно будет это дерево которое вот она перед нами находится возле него должны два куста быть вот тут вот тут мы мы прямо рядом с этим деревом а пещера где тут пещера аж вот тут и куда как ты думаешь надо вот я думаю вот так так хорошо ну сейчас будем на 2 хорошо шоу у нас три есть три дороги туда туда и туда хорошо шо ты тоже нарисовал карту я думаю хоть по двум картам то мы хоть что-то найдем правильно по идее возле реки должна быть пещера ага то нам надо значить реку найти для начала для начала нам нужна река найти хорошо все сева спасибо щас будем все искать а а и 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 상이 и поедин90 и индивиду он и и и новая и Так что идем где-то сюда. Так, мы продолжаем идти. Пока идем, даже никаких ориентиров по нашей карте. Пока не то вверх, то вниз. Я даже не могу понять, мы вверх поднимаемся или вниз. Туда идет уклон вниз. Туда идет подъем. И пока, пока ничего, какая-то такая вот тропа и больше ничего. Там подъем, так что идем. Ну а тут, скорее всего, когда дожди, вода, наверное, течет. Вот, да, такой вот ров или что это такое. Деревья поваленные. У нас тут война, обстрелы идут. А мы вот по лесам ходим. Может, слышно было, артиллерия работает. Ну, не знаю, какая-то тропа. Куда-то-то и выйдем. Ну, виды красивые. Видно, что это какая-то гора, скорее всего, потому что туда подъем. А сюда идет склон. Но есть предположение, если идет туда склон вниз, значит, там где-то речка. Даже если мы речку найдем, это уже будет хорошо, чтобы нам от чего-то хотя бы, ну, отталкиваться. Так, друзья, в общем, нашли вот какой-то пень. Есть у меня какие-то подозрения. Не знаю, надо, наверное, на карту посмотреть. Давайте посмотрим. Вот тут мы смотрели на карту. Было начало маршрута. Вот пеньки нарисованы, привал. Ну вот я вижу. Ну вот какой-то пень. Можно же это считать, что пнем? Значит, по идее, мы движемся правильно, так? По идее, мы должны где-то выйти в какой-то дороге дальше, да? Вот. Привал мы тут делаем или нет? Или идем дальше и ищем? Да я думаю, идем дальше. Идем дальше. Мы, в принципе, недалеко отошли. Нам еще, ого, пилять. Ну, это уже хороший знак, да? Да. Сева, что по твоей карте? Сразу сверяемся просто, ну. Не, ну тут красиво. По моей все правильно. Да? Да. Где мы находимся? Ну, здесь, тут, наверное. Да? Ну, хорошо. Вот мы отошли, мы прошли вот столько. Мы тут на повороте. Хорошо. Недалеко по повороте. Тут, конечно, вот опасность видно, следы какие-то. Это означает, что тут рядом дикие животные. Это могут быть и волки, и может где-то берлога быть, видмедя, следы ведмежи, понимаете? Поэтому нам надо, да, нам надо будет очень аккуратно сейчас идти, чтобы, ну, не потыкнуться, это у нас опасность такая. Ну, и рядом видим дорога. Так что, я надеюсь, мы сейчас выйдем на дорогу. Идем сейчас по траве. Вот она. Главное, главное, конечно, сразу свериться, туда ли мы идем. Вот. Нам надо двигаться чисто на север. Туда нам. Стрелочка туда. Ну, в принципе, более-менее мы правильно идем. Все тогда. Все. Ну, все, друзья. По идее, все нормально. Движемся. Карта с нами. Вот. Идемте. Сразу смотрите, что я вижу. Какая-то метка, какой-то знак. Я не знаю, что это может значить. Вот. Синяя, типа, стрелочка. Вот. Скорее всего, это тоже какое-то обозначение. Возможно, оно нас тоже куда-то ведет. Я думаю, что вы думаете? А что она вниз ведет, стрелочка? Ну, как ты на дереве нарисуешь так? То, скорее всего... Ну, вверх рисуется, если прямо. А это что, под землю надо что-то встать? Что, Сева, тут будем копать? Давай попробуем. Да не, я думаю, это просто прямо идти. Ну да, может, и прямо. Может быть, люди просто не знающие писали. Или знающие писали не знающие. Не знающие. Не знающие. Не знающие. Не знающие. Не знающие. Не знающие писали. Смотрите, какой мох, сколько мха, как он оброс полностью, какой волосатый, мягенький, зеленый, какая красота. Видите, какую красоту даже можно в лесу встретить? А мягенький какой вообще, можно же вот так положить. Ну это конечно не Чернобыль, но мало ли, интересно просто, мох он впитывает разные радионуклиды. Ну как я понимаю, должна вот эта вот штучка пройти, да? Там можно буквально секунд 10. Не, хотя если бы была радиация, оно бы сразу начало бы показывать. Ну конечно, у нас же дозиметр не такой. Так я скажу, даже вот тут мох в Киеве радиация больше, чем вот тут на мхе. Да понятное дело, у нас даже в Харькове 14 для нас это вообще, 14-17 в Харькове всегда. Так что это чистый мох вообще, ну вы же видите. Для мха это вообще зашибись результаты. Да, так что, если найдем пещеру, интересно будет там вообще померять. Ну почему, друзья, обратите внимание, тут очень много таких интересных деревьев. То три дерева расходятся, то два дерева так. Основание у них одно и расходятся. Там даже есть какие-то норы. Это вообще как трон, смотрите, можно вообще... А, это вообще как параша может быть. Вообще, ну, захотел покакать, сел в дырочку, покакал и дереву как бы удобрение. Вот, и удобно, как на унитазе. Либо просто как привал можно сесть отдохнуть. А что, нет, ну так посмотри. Ага. Сева, можешь сесть покакать. А нет, я просто посижу. Скажи, классно. Тут мы идем, а тут... Да тут вообще такой склон, ё-моё, я тебе скажу. Да? Да. Тут прям не склон, а обрыв целый. Возможно, нам на нее надо будет выйти, по ней туда подняться. Вот. В общем, что-то мы зашли, по идее. Мы вышли на дорогу и пошли вдоль речки. Вот там склон. И вот обратно пеньки. Вот они. А пещера где-то должна, наверное, нам придется чуть развернуться. Сейчас, в ту сторону обратно пойти. Даже не знаю. Ну, нам придется... Там вот еще есть, смотри, возвышенность. Ага. Если дальше, смотри. Ну, готовьте, что нам придется вот так тупо лес, вот так прочесывать. Ну, если это... Мы не готовы разве? Если бы мы не были готовы, мы бы не перлись с тобой, мы бы сказали... Проще было бы, конечно, если бы мы знали точку, что она тут. И мы бы пришли сразу туда. А так, конечно. Какие-то следы. Вот два пенька эти. И вот пещера. Мы бы от этих двух пеньков пришли к пещеру. А мы идем от пеньков вот сюда. По направлению. Похоже. Так, мы уже, наверное, минут сорок, да? Минут сорок уже ходим по лесу. В общем, любимая, какой план действий? Я предлагаю все-таки уже добить... О, ту полянку, а там впереди, уже пускай пройдем. А уже потом уже вернемся. Слышите, да? Идут боевые действия. Мы находимся... А в Украине? Да, мы находимся близко к фронту. Вот. Так что... Нам надо быстро найти пещеру, потому что может возобновиться обстрел, чтобы нам там спрятаться. Ага, и сюда пойдут. В общем, друзья, пока карта нас правильно ведет. Но я предлагаю, если все-таки мы найдем пещеру, если что-то будет как-то отличаться на карте, я думаю, мы, наверное, тут дорисуем, внесем сюда все эти вправки. Вот. И сделаем ее более-менее такой доступной. И выставим, наверное, на акцион. Я не знаю, посмотрим. Либо распечатаем. Кто захочет, можно будет купить. Мы ее усовершенствуем. Доследим. Так что пока двигаемся. Тут такая долина. Тут лужа. Змей нету. Что-то плавает там. Мы уже увидели первое животное. Белку с орехами я заснял. Ну, слава богу, на хищника, на какого мы не попали пока. Ну, все равно мы идем как-то очень аккуратно, чтобы не спровоцировать никаких животных. Так, тут аккуратно, очень скользко может быть. Тут у нас преграды какие-то. И там выше гора поднимается. И такие вот красивые деревья. Ну, люди тут видно, что перелазят сюда. Мама, пройдут с лопатой, я перелезу под дальше. Ты давай мне лопату. Мама, и так он, и с сумками. Ой, я боюсь. Ой, а я боюсь. Меня перевешивает его любимый. Ты давай не спеши, вот так аккуратненько. Мне так нравится всегда, как ты это делаешь. Что мне делать? Куда? Что? Как? Теперь прыгай. В смысле прыгай? Нет, я не прыгаю. Дайте мне руку, пожалуйста. Дай руку, мама. Я сейчас мышу завалю. А что надо делать? Как? Опа! Вот так! Да, и пошли. Потому что это из... Куда лучше обойти, туда или сюда? И воды куча, и дерево впало. И папа ротники. И мама ротники. А, да, так оно вообще его отломало аж. Вот там вот его обломало, и оно аж упало. Это какое оно высокое было. А, да, так оно не попало. А, мне просто руку надо дать. Я же всегда тебе говорю, Валерочка, дай мне руку, пожалуйста. Оп! Вставай сюда теперь. И пошли вот так. Та у меня ж подошва скользкая. Или оно просто было очень старое. Или оно, может быть, просто было сухое. Ты хорошенько пейся. Ну, тут ты же сама пейдешь. Ты можешь не спешить? Не, я не хочу без тебя идти. Ну, поддержи меня, пожалуйста. Пойдуйте, пожалуйста. Ты же знаешь... Олег, вы не задели! Вот я куплюсь маму на инфекцию. А, это его кто-то гриз. Та его просто витром взвало. Ты подиви, оно просто трухло. Как его могли бы... Ти глянь. О, да! Я ж закрила. Ох, а я пугался. Дякую тебе, Пафан, что перевел меня через это. Так, тут куда нам? Сюда? Или туда? Что ты давай вспомнишь? Это махонький, это... О, небольшая есть. Всего руками не трогать. Угу. Надо здесь снять. И что я тут делаю? Живу. Это полегон. Либо квадроциклы, либо эти... Квадроциклы. Либо горные вот эти... Как их... Мотоциклы, понял? Типа... Ну, для кросса вот эти. Ну, мы уже как бы, да, поднялись. Мы были ниже, а там были. Сейчас мы уже выше идем. Все по подногу. Делали мы кружок к нашим пенькам. Пришли мы оттуда. Пошли туда. Доследили там, в общем, хащи. И решили вот пойти на ответвление. Двигаться по вот этой дороге вверх. И обследовать дальше. Хотя тут тоже хащи, ну... По чуть-чуть, по чуть-чуть будем искать. Мышь! Тебя снимает скрытая камера. Что, Сева, тяжело? Ага. Ты уже не рада, что сюда пошел? Рады только. Скажи, что я в школу пошел, да? Я бы такой, я бы в школу пошел. Слушай, в школу ты будешь ходить каждый? Может, вот это вход в пещеру? Может, тут надо копать? Ну, вот смотри. Ладно, идем дальше. Вот смотри, тут дорога идет туда. Тут идет сюда. У нас очередной привал. Это вообще, блин, капец. Я мокрая вся. Просто на улице плюс 14 я мокрая. Комар. Все. Ой, блин, он крови твоей напился. Фу! В общем, как мы прошли по нашей карте. Вот мы прошли вот так сюда, над обрывом к речке. Прошли аж сюда. Тут мы, правда, никакой пещеры, грота не нашли. Я не знаю, где-то вот в этом районе мы попытались пройти вот сюда, где знак вопроса. Ну, там такое болото, куча поваленных деревьев, что мы решили подняться выше. Пошли на вот эту дорогу. И сейчас, по идее, мы двигаемся вот по этой дороге. И где-то мы вот находимся вот в этой точке. Мы решили двигаться назад и обследовать вот эту часть. Потому что мы как бы ее прошли что-то сюда. Возвращаемся назад и тут будут полянки. Там для палаток вот тут есть обозначение. В общем, возвращаемся ближе к исходной точке. И решили вот тут обследовать вот это все. Поэтому возвращаемся сейчас где-то мы вот тут сейчас. ПОЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok решили так разделиться и решил я уже сам участки некоторые просматривать не так уж что это все и просто вот сейчас пройду тут посмотрю и вернусь назад будем дальше смотреть ближе к речке решили выбраться на природу вот нарыли вот такую вот старую карту 14 века и будем искать пещеру того же века и не за даже найдем или не найдем муж говорит что найдем я ему верю как у нас нету выбора у нас выбора нету вот поэтому найдем мы или не найдем мы все равно снимем видео вот а потом на наших каналах у нас это видео будет поэтому обязательно подписываемся скоро будет интересно вообще любимая скажи как карта вот это нас правильно пока ведет вот потому вот у нас еще один привал видишь не так это да да ну из того что мы пошли дорогу нашли вот идем мы как бы сейчас по этому самому вот тут мы где-то находимся вот тут какой-то знак вопроса и вот тут какая-то еще пещера грот есть может мы ее хотя бы найдем тогда он нам тогда мы давай дойдем до этой . потом вот это видишь дорога выше перейдем на эту дорогу в принципе и уже пойдем выше 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 и возможно мы найдем выше вот эту пещеру смотри хорошо то что так сделаем так друзья фух мы уже такие круги тут намотали очередной привал надо смотреть карту устали расскажи по времени сколько от того как мы времени как мы отсюда зашли почти 6 часов 6 часов это лазим жесть ну это уже сейчас будет последняя точка сейчас сверяемся мы дошли до края все таки леса вот видите просвет там внизу скорее всего речка сейчас будем тут территорию обследовать а ну села все-таки показывай свою карту мы находимся вот это же крестик вот это скорее всего тебя пещера возле речки вот эта пещера мы вот тут на повороте находимся блин а чё ж мы сразу сюда не пошли вот это нам осталось дойти до этого крестика получать блин а мы чё а чё ж ты нас водил по своим вот этим вот это шо это за обманка чё мы вот это искали так мы вот тут начали идти обошли вот это все вот эти все деревья а нам надо было сюда да это все на карту если вот тут нету пещеры села ты будешь виноваты все гора 2 и посмотри у меня тоже на нам мы в общем все обошли я эту часть обследовать вот тут по этой дороге туда за карту я обошел смотрел ничего не нашел в общем сейчас мы обратно сделали круг и сейчас мы где-то находимся вот тут но мы должны обследовать вот этот участок я что-то подозреваю что тут что-то не так нарисовано либо это знаешь как вот в пиратских картах специально так сделано обманным путем нам осталось вот этот участок возле речки пройти сейчас мы вот сюда должны вот эту точку я не знаю сколько тут метров 100 мы тоже подсказка мы видели что туда люди ходили есть фотография и уж трудно найти потому что она как оказывается как яма сейчас может я вам покажу когда-то я сохранил вот какая-то группа ходила видите она как яма и так просто не увидеть вот тут просвет между деревьями это говорит про то что это не в лесу как мы искали а скорее всего где-то на берегу мы сейчас тоже видим просвет да если там у нас тупо деревья просвета нет то сейчас нам надо вот этот берег прочесать и еще же обратил внимание ну не знаю стоит на это обращать внимание вот это дерево если присмотреться таких сдвоенных много ну если обратить внимание они растут рядом одно ровное и другое от идет ровный а потом вот так раз и как будто у него ноги чуть расставленная но так это ровно и идет вот это а у этого нога расставленная будем еще хотя бы по деревьям смотрите это то что мы можем увидеть фотка правда это осенью сделано сейчас может мы это дерево не узнаем но хотя бы потому что ходить по лесу искать как вот мы видим тут люди стоят возле просто какого-то отверстия ну очень трудно будет найти я не знаю это последний шанс и проверить все наши карты жена тоже ищет уже все устали уже все задолбались вот вот это осталось вот тут вот этот участок возле речки пройти посмотреть так что но это видите не такие деревья нам надо чтобы два так росло не не вместе типа одно ровно и одно так раз ноги расходятся о здесь похоже ну не то там мы тоже уже были ту часть мы тоже все смотрели вот смотрели вот там все мы смотрели жару это мы второй раз сюда пришли просто мы оттуда заходили вот так а эту часть ниже мы не обследовали последний рывок но если не найдем если не найдем то блин ну я не знаю домой поедем ну а что делать что делать сейчас блин заман заколебались уже устали как собаки уже ноги у нас вымокли потому что уже и по лужам и по всему это вот походили тут вот если карты мальчиков не сработают я не знаю придется наверно домой возвращаться может быть сегодня мы и не найдем это уже устали карты говорят там валера какие-то у меня деревья нашел говорит будем ориентироваться но как можно в лесу но я фолку показать фотку ну фотку может быть мы вставим потом по которой у жены ноги промокли все вы тоже потому что потому что тут некоторых участках вода такое как болоте ставят бывает такое в этом самом вот так что покажи ну пошли ну уже последний не ну сдвоенных деревьев тут вообще много просто но они там было ровно и такое эти видите а там по отдельности не шо где а ну стой 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 подожди 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 вот это деревья похоже ну-ка стоп не ну деревья то похоже ровно и это тоже ровно и потом раз и ноги а просто бану подожди а с другой стороны было сводка на наверное где точно не вот крестик и вот мы перед ним блин ну а чё ж ты нас воды в круга мы елки-палки все точно хоть пища блин так она засыпана его придется раскапывать друзья по моему мы нашли пещеру а ну да если отсюда смотри на эти деревья да все сходится тут было фотка сделано у них вот эти два дерева да скорее всего это она и есть как-то она конечно стран как же туда залезть все друзья готовимся лезть пещеру сейчас будем ее рыть вырывать и проникать вовнутрь если вам интересно посмотреть как нам удастся туда попасть и что мы там увидим подписывайтесь на наш канал а продолжение вы увидите в следующей серии с вами была вот такая вот семья мироненков которые шесть часов искали не могли найти вот эту точно что дыру потому что по-другому ее и не назовешь это же блин ну как ее найти это не пещера это дыра какая-то ну вот так что подписывайтесь на канал следующая серия будет еще интереснее так что спасибо что были с нами спасибо что переживали да да всего до скорого до свидания